Добрый вечер, дорогие друзья! Коралловый клуб сегодня снова вместе с вами. Сегодня у нас необыкновенный эфир. Сегодня вас ожидают чудеса. Я знаю, что многие зрители уже привыкли к тому, что мы совершаем некие магические действия с водой. Мы добавляем маленькие пакетики алкомайна. Мы меняем структуру воды, качество воды. Но сегодня я хочу вам показать еще одно волшебное действие. Вот эта волшебная палочка, которую мы опускаем в воду и вращаем, создавая турбулентные завихрения в воде, совершенно изменит качество воды. Эта вода будет уже другой. В этой воде будет информация о реликтовых, родниковых водах альпийских лугов. В этой воде будет энергия и частота колебаний земли, которая вернет нам живую энергию. А вот информацию об этом удивительном приборе принес нас замечательный человек, представлять которого для меня великая честь. Ольга Алексеевна Бутакова. Давайте познакомимся. Ольга Алексеевна Бутакова. Врач, исследователь, нутрициолог, кандидат педагогических наук, действительный член Международной академии информатизации, серебряный мастер компании, Международный коралловый клуб. В 1982 году закончила Ленинградский медицинский институт. Первую половину своей врачебной практики она работала в медицине острых состояний. Возглавляла отделение неотложной медицинской скорой помощи военного округа на Дальнем Востоке. Ольга Алексеевна всегда интересовалась вопросами сохранения здоровья. Изучала технологии сохранения здоровья долгожителей народов Китая, Японии, Тибета. Освоила иглорефлексотерапию, иридодиагностику, гимнастику тайджи цюань и японскую мануальную терапию. Занималась лечебным голоданием на кафедре разгрузочной терапии и вопросами реабилитации в Авиационно-космическом институте в Москве. Ольга Алексеевна всегда стремилась получать знания у авторов методик. Академик Бадмаев, профессора Ваграник, Вильховер, Николаев, профессор Сайонджи. В поисках знаний Ольга Алексеевна объездила разные страны. Китай, Индия, страны Европы. Изучая новые технологии продуктов для здоровья, в 2000 году она познакомилась с компанией Международный коралловый клуб, где вместе с серебряным мастером Андреем Гуреевым основала Академию здоровья. Вот уже 6 лет Ольга Бутакова, ее бессменный руководитель. В качестве эксперта была приглашена международные телевизионные проекты «Тайна живой воды» и «Осторожная еда», где сотрудничала с такими выдающимися учеными, как Академик Казначеев, профессор Коротков, профессор Зенин, исследователи Масару Эмото и Алоис Грубер. Ольга Алексеевна и сегодня продолжает сотрудничать с лабораторией Масару Эмото в Европе в области энергетики воды. В своей практике Ольга Алексеевна пришла к выводу, что только просветительством, обучением людей можно изменить их отношение к своему здоровью. Сегодня тысячи людей получили глубокие знания в области здоровья в разных странах мира – Россия, Украина, страны Балтии, Казахстан, Узбекистан, Монголия, Черногория, Италия. Ольга Алексеевна – замечательный и оптимистичный человек и просто очаровательная женщина. Дорогие друзья, вот этот фильм «Тайна живой воды» или «Вода-2», в котором принимала участие Ольга Алексеевна Бутакова. Ольга Алексеевна, вы работали над этим проектом, и я думаю, что вы узнали некие новые тайны о воде, которые нам еще не открыты. Это так? Да, безусловно, вода – это самое изученное вещество в мире, я бы сказала, существо, но и самое не изученное. И каждый год, каждый месяц, каждый день мы узнаем новые сведения. И сведения, которые открываются, они нас иногда просто потрясают. Воду изучают все страны, народы – это давно. И мы знали и физико-химические свойства, и биологические свойства воды. И сейчас наступила эра, когда мы стремимся узнать другие свойства, информационные свойства, свойства волновые. Свойства энергетические. То есть еще несколько лет назад такое слово, как, например, энергетика воды, или информация воды, или какие-то слова структура воды вообще не употреблялись. А сейчас наступает эра именно этих информационных понятий, потому что мы есть одушевленная вода. И то, как ведет себя вода в нашем организме, это то, как будет протекать наша жизнь, потому что свойства воды и свойства информации одинаковые. Информация также течет, она также переливается, ее также черпают, она также бывает сухая и сырая. И много-много свойств. Жизнь, например, она тоже течет. Язык не может ошибаться, и поэтому нам еще предстоит узнать очень много сведений о воде. И то, что мы узнаем, нас потрясает. Ольга Алексеевна, а вот вода природная, живая, сегодня это становится стратегическим ресурсом для каждой страны. Я очень много езжу за рубежом и вижу, что купить бутылку воды с каждым годом становится все дороже. И какая должна быть вообще, вот какая природная вода, какие ее особенности, ее особые качества? Ну, скажем так, на заре планеты, если бы не было нормальной воды, не было бы жизни. Сейчас все изменилось. Вот мы сделали совершенно потрясающие вещи. Мы пьем нерожденную воду. Что значит нерожденная? Это потрясающая трагедия. Вот обратите внимание, как раньше расселялась жизнь. Она была только там, где были живые родники. У земли есть артерии, у нее есть вены. И артериальная вода называется артезианской. Мы углубились на глубину до 350 метров. И берем воду, которая не соответствует никаким энергетическим параметрам. Секундочку, я прошу прощения, у нас звонок. Да, вы в студии говорите. Алло. У мамы стали отекать ноги, она пьет только воду? Да. Я правильно поняла? Правильно, правильно. Ольга Алексеевна. Для пожилых людей рекомендуется особый режим. Вот если мы уже о этом заговорили. Ведь врачи очень строго следят, чтобы человек не перебирал воды. И в некотором смысле слова для пожилых людей это бывает правильно. Я вам советую сделать таким образом. Пусть мама считает, сколько она воды выделяет приблизительно, чтобы не передозировать. Потому что когда человек начинает пить хорошую чистую воду, у него появляется желание пить ее в больших количествах. И вы же не следите за ней. Она может выпить и 3 литра и больше. Поэтому рекомендуется выпить столько, сколько мама выделяет за один раз. 100 значит 100 грамм. Восполнить. То есть у пожилых людей вода идет по восполнению. Тогда таких проблем никогда не будет. Ну и я позволю себе дополнить. Вероятнее всего, ваша мама не молодой человек. А немолодые люди имеют и другие проблемы. И возможно, сердечная мышца уже недополучает питание. Это говорит только о том, что нужно не только воду. Нужны такие минералы, как калий. Нужен белок. Нужен кофермент Q10. И вообще лучше всего, лучшее, что можно сделать, это в одном из наших офисов. Они сегодня находятся и на поселке Котовского, и на Таирово, и на Соборной площади. Провести исследование. Посмотреть, чего реально не хватает. Давайте вернемся, Ольга Алексеевна. А что же касается рожденной воды, вот живой воды, какая она вообще нормальная в природе? Рожденная вода, она течет по совершенно другим законам. Она, проходя поверхностные слои земли и попадая в турбулентные вихревые потоки, переписывает на себя информацию полутородных слоев почвы. То есть, по сути дела, это вода, на которой слепки всех минералов. То есть, как информационная запись. И когда вода рождена, скажем так, не принудительно, а добровольно, она несет жизнь, она горит, она несет хорошую информационную память. Ведь не секрет, что если родник открыть, так сказать, то он уходит. То есть, она протекает без света, она не была в бутылке, она не помнит ничего плохого, только все хорошее. И наши очистительные сооружения. Наши очистительные системы, наши системы хлорации, дехлорации, дегазации и так далее, и так далее. То есть, рожденная вода, она живая. Но такой воды становится меньше и меньше, потому что мы протянули водопроводы практически. Сейчас человек расселяется даже там, где нет воды в принципе. И эта вода уже совершенно другая. То есть, но учитывая, что вода помнит все, та вода, которая течет у нас из кранов, это неправильная вода. И мы вместе с этой водой получаем то, что мы не должны получать. Она биологически непригодна. И мы впервые будем говорить о биологических свойствах воды, о свойствах информационных волновых и даже такие свойства, как физика, химия воды, это PH, это поверхностное натяжение, это минерализация. Это тоже очень важно, потому что наши органы отслеживают воду по нескольким параметрам. В основном это предельно допустимые дозы, например, тяжелых металлов. И никто не учитывает свойства воды, которые нужны живому организму. Например, заряд воды. Никто не может сказать, какую воду мы пьем. Живую или мертвую. Да, живую или мертвую. Но живая или мертвая это более кислая щелочная вода. А у воды есть энергетический заряд. То есть у нее есть натуральное энергетическое число, которое измеряется в милливольтах. И если, так сказать, вода способна вступать во взаимодействие, она человека питает, она дает ему энергетику. И если не способна, она у него забирает энергию. Вот такие свойства, как окислительно-восстановительный потенциал воды, мы тоже должны знать, как грамотные люди. Потому что нам недостаточно чистой воды, нам нужна биологически доступная вода. Компания Международный коралловый клуб вот уже 10 лет занимается исследованиями воды. Более того, мы используем воду, куда добавляем такой природный продукт, как коралл санга, и изменяем качество воды. Мы помогаем воде вернуть ее природные свойства. Но есть некие природные свойства, с которыми мы еще только начинаем сталкиваться. Я знаю, что Ольга Алексеевна занималась исследованиями, которые говорят о том, как вода воспринимает информацию волновую, звуковую, вообще какие части спектра. И по этому поводу у нас есть фильм. Давайте посмотрим. Ольга Алексеевна. Обратите внимание. Снизу установлен излучатель. Мы не слышим звука. Мы видим, что вода танцует. Это связано с тем, что вода, воспринимая определенные звуковые частоты, даже не слышного диапазона, подстраивается под них в режиме ответа. Вокруг нас находится масса шумов, двигаются лифты, звучат машины и так далее. Вот таким простым прибором, обратите внимание, мембрана, под ним волновой излучатель, а сверху камера 3000 снимков в секунду и свет. И при изменении волновых частот, посмотрите, как танцует вода. Здесь ничего нет. Здесь белая вода. Она встает, молекулы воды встают определенным образом. Они начинают отражать определенные длины волн. Вот это все рисунки воды. Все многообразие природы – это вода. Получается, что вода, которая находится в наших клетках, она отражает программу, волновую программу, которая в них заложена. И все многообразие мира, от монохромных существ до пятнистых ягуаров или долматинцев, это все отражение воды той программы, которая заложена на генетическом уровне. Это так? Да. Вода имеет по своей структуре огромное количество информационных матриц. И это единственное существо на планете, которое способно воспринимать все длины волн. То есть мы воспринимаем слуховые в одном диапазоне, звуковые в одном, световые в другом, видим, слышим. А вода воспринимает все. И любой живой организм, от букашки до человека, это просто набор длин волн, записанных на молекуле воды, потому что молекула ДНК тоже на 90% состоит из воды. И вода, перестраиваясь каждую секунду, каждую долю секунды, задает программу жизни. Но в нашем организме умирают миллиарды клеток каждый день. И миллиарды рождаются новых. И если мы пьем неправильную воду, то эта программа не поддерживается. Потому что очень важно, чтобы в организме человека поступала биологически доступная вода, энергетическая, имеющая, скажем так, живой огонь. Потому что только чистая энергетическая вода способна поддержать волновую характеристику. Это очень важное свойство. Об этом еще буквально 5-7 лет ничего не было известно. Ольга Алексеевна, Вы только что сказали, что для поддержания жизни человеку нужна вода. Вот давайте поговорим немножко о воде в человеческом организме. И что может, что делает реально для нас вода. Ведь очень многие люди практически не пьют воду. Они пьют чай, кофе, соки, пиво, алкоголь. Все что угодно. Но не воду. Мы столкнулись с этой проблемой на протяжении 10 лет. Дистрибьюторы компании Международный коралловый клуб просто постоянно, каждый день обучают людей, что вода – это не еда. Что она нам нужна. Что же она такое делает для нас с вами? Ну, скажем так, вода – это все. В ней все растворено. Она является растворителем всего. Она выносит яды. Она приносит кислород. Она уносит метаболиты. Она включает и выключает ферменты. Она находится в клетках, между клеток, в крови. То есть все жидкие среды. Волосы – это тоже вода на 25%. И кости на 15% – это вода. Мозг на 90%. То есть вода у нас находится везде. То есть мы как бы мешочки с водой внутри один-одного, между которыми происходит постоянный информационный обмен. Для организма человека очень важно, чтобы он правильно пил воду. Потому что все, что мы пьем, вот чем больше я работаю с водой, я раньше говорила, что надо пить полтора литра воды. Но допускала, что можно пить полтора, там еще плюс литр других напитков. Но я врач скорой помощи и реально понимаю, что от смерти человека можно спасти только водой. И никакая жидкость другая не подходит. Обратите внимание, мы… Вот русский фольклор. Некому будет стакан воды перед смертью подать. Или на воде вилами писано. Или, Иванушка, не пейсь копытца, козленочком будешь. Копытца – это не… Это кран. Обратите внимание. Посмотрите на кран издалека. Это то копытце, про которое нас предупреждали. Вот это, видимо, остановило внимание одного из наших зрителей. Пожалуйста, вы в эфире. Я слушаю ваш вопрос. Алло. Да, я вас слушаю. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый. Вот сейчас я беру воду, беру ветер. Так. Вы поняли меня? Я живу на поселке Котовского. Так. И вот я беру воду. Вода зевая, я ее закрываю. Так. Вы меня поняли? Да. Ее закрываете или нельзя? Или на сколько с ней ее брать? Спасибо за вопрос. Вопрос. Где взять воду, которая подходит нашему организму? Где взять воду, которая будет живая? Вот человек берет воду, он же из копытца не пьет, из крана не пьет, видимо, бутылированную не покупает, ходит в бювет, и воду, которую достают с большой глубины, сегодня употребляет. Что ему делать? Где ему взять ту воду, которая идеально подходит нашим клеткам? Ну, скажем так, ее взять негде. Это первый вопрос. Обрадовали Ольгу Алексеевну. В природе такой воды нет, но можно взять продукт, который изменит воду, ее можно оживить. Вот скажем так, живой воды взять негде, но мы способны ее оживить. Мы способны из всех волновых свойств, из всех физико-химических свойств, из всех биологических произвести такие изменения с водой, что будучи уже давно мертвой, она живет снова. Но для этого надо брать не воду, для этого надо брать продукты, которые растворяются в этой воде, и переписывать с них информацию на воду. Потому что живой воды сейчас взять. Ну, Ольга Алексеевна, не надо так печально. Все-таки в некоторых местах мира, вот у нас есть гости из Пакистана, помашите нам рукой. В своем фильме вы говорите, что вот в Пакистане живут люди с очень высокий срок долгожительства, и это связано с особой водой. То есть есть какие-то места в мире, но обычно эти места удалены от мест цивилизации, и чтобы попасть туда, конечно, надо совершить путешествие. Мы же совершаем как бы обратное путешествие. Мы доставляем те продукты, которые добывают, которые в естественных условиях растут в тех местах, где живут долгожители. И не мы едем к продукту, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Мы привозим эти продукты и доставляем прямо в дом всем тем людям, которые прислушались к Коралловому клубу. Давайте поговорим вот о чем. Что же может Коралловый клуб сделать для жителей? Что может сделать для людей? Что могут сделать наши продукты для обычного живого человека? Ну вот для такого, который ищет живую воду. Да, давайте подойдем научно. Я вам скажу все свойства, которые бывают у воды, а потом покажу, каким образом их изменить. Потому что на самом деле, просто словам, люди сейчас уже не верят. Им надо верить научным данным. То есть я за научный подход. Обратите внимание, у воды есть 12 физико-химических свойств. Я буду идти по часовой стрелочке. Первое, PH, кислотно-щелочное равновесие. Второе, ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, энергетика воды. Жесткость, это наличие солей. Минерализация, это наличие минералов. Температура, поверхностное натяжение. Вода должна быть жидкая. Есть биологическая чистота. Обратите внимание, бактерии, вирусы, грибы, паразиты, они там живут. И они там должны жить, потому что в природе это их место жительства. Также есть соли тяжелых металлов. Есть еще два новых свойства, про которые я говорила немножечко раньше. Структура и информационная память. Так вот, все это в нашем организме должно быть немножечко особенное. PH у нас должно быть для воды, которую мы потребляем, слабо щелочное. Заряд должен быть минус 100, минус 200 милливольт. Нам нужна средняя жесткость. Нам нужна минерализация невысокая. Нам обязательно нужна температура тела. То есть нельзя пить холодную и горячую воду. Нам обязательно нужно низкое поверхностное натяжение. То есть вода должна быть жидкая. Мы за полное отсутствие паразитов, простейших, грибов, вирусов, бактерий. Нам также не нужны соли тяжелых металлов. Но нам нужна структурированная, а это значит очень упорядоченная вода. И плюс с хорошей информационной памятью. Препараты Кораллового клуба или продукты Кораллового клуба могут решить все эти вопросы. Например, минеральная композиция Alkamine. Давайте посмотрим, что она делает с водой. PH, слабая щелочь. ОВП, заряд минус 200. Жесткость, немножечко падает. Понижается поверхностное натяжение. 60 минералов в доступной форме. И одновременно связывает хлор. Это тоже важно. Улучшенная структура. Обратите внимание, какой красивый кристалл получается, когда заморозить Коралловую воду. То есть это потрясающая структурированная вода. Она абсолютно правильно расположена. Микрогидрин. Это вот как раз аналог пакистанской воды Хунзакут, где очень долго живут люди, про которые мы говорили. Посмотрите, что она делает с физико-химическими свойствами. PH. Щелочь. Окислительно-восстановительный потенциал. До минус 300 милливольт. Это можно проверить. Минерализация. 4 щелочных минерала. Низкое поверхностное натяжение. Обратите внимание, какая снежинка образуется. Это уже абсолютно другая структура. Это более плотная. Это практически льдоподобная структура. А все знают, что талую воду желательно употреблять, потому что она ведет к сохранению здоровья. Но у нас есть еще жидкий микрогидрин. Это продукт гидросел. И он точно таким же образом действует на воду. Ощелачивает. Отрисательно заряжает. Немножечко смягчает. Минерализует. Улучшает структуру. И улучшает информационную память. А также, обратите внимание, он является очень мощным антиоксидантом. Система фильтрации. Стационарные фильтры. Стационарные фильтры просто очищают. Они не действуют. И все в мире занимаются просто очисткой. Существуют насадки для душа. И обратите внимание, они тоже просто очищают воду. Хотя в некоторых случаях улавливают хлор при помощи кварца. И немножко смягчают. Но появился новый процесс в природе. Витализация. Оживление. Это, собственно, то, про что я говорила. И при помощи удивительных приборов мы даем воде те информационные свойства, которые ей нужны. И даже в закрытых топливных системах через буквально 7 дней вода становится прозрачной. Посмотрите, что делается с трубами. Через 4 месяца труба становится практически проходима. Бытовые. Мини-системы насадки на душ. И сейчас появились новые приборы, которые называются карманными витализаторами. То есть оживителями. Нет времени долго про это рассказывать. Но чтобы вы поняли, что они делают с водой, пойдем по этому же принципу. Смягчают. Это очень важно. Понижает поверхностное натяжение. Идеально структурирует, но это не самое главное. Самое главное то, что переносится информационная память альпийских родников. То, о чем мы практически не мечтали. Потому что сейчас информационный перенос уже доказан. Ольга Алексеевна, я так понимаю, что вот те снежинки, о которых мы видели, это результат сотрудничества с лабораторией Масару и Мото. И человек, который совершил, собственно, революцию в нашем сознании, он показал на мгновенной заморозке капель воды, что в зависимости от той, какую информацию, какую несет эта вода, это либо гармония, либо хаос и дисгармония. А вот последнее исследование – это работа с Алоисом Грубером. Вот расскажите, пожалуйста, немножко об этом. Витализация, оживление воды. В чем принцип? Откуда все это вообще взялось? Как это стало известно? Это очень интересная история. Значит, суть ее в том, что человек, выезжая в горы и получая исцеление, а таких случаев десятки, сотни тысяч, да, стремится увезти эту воду с собой. Так было с микрогидрином, так было с коралловой композицией алкома. Секундочку, Ольга Алексеевна. Да, я вас слушаю, вы в эфире. Говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, у меня есть знакомая, которая очищает воду с помощью камней кремния. Действительно ли это как-то влияет на изменение качества воды обычной водопроводной? Спасибо большое. Ольга Алексеевна, давайте вернемся немножко назад. Кремний. Да. Вот давайте, влияют ли камни кремния, если их опустить в бутыль с водой? Да, безусловно влияют, но они не очищают воду ни в коем случае. Они ее активизируют, потому что кремний – это живой микроэлемент природы. И камень, кремень, с белыми молочными прожилками, мы же знаем, что в зажигалки добавляют кремень, ни гранита, ни мрамор, именно кремень. Он способен энергию солнца уловить, запечатлеть и, ну, скажем так, поймать. Но, к сожалению, он не чистит воду. И если вы активизировали грязную воду, то это будет грязная активная вода. Свойства кремния немножечко другие. Он активизирует воду. И, кстати, такую воду нельзя пить вечно, потому что она является практически антибактериальной. А у нас в кишечнике содержится огромное количество полезных бактерий, которых нельзя уничтожать. К вопросу для тех, кто еще не знает. Наш микрогидрин – это тоже… Пожалуйста, Ольга Алексеевна. Это органическая форма кремния. Вот когда ученые попытались сделать так, чтобы то, что мы пьем, было доступно и усвояемо, они выяснили растения, которые содержат больше всего кремния. И чемпионов оказалось три – рис, бамбук и папоротник. Это продукты, которые ест Восток. Это продукты, которые ест долго живущие страны. Почему они их едят? Вот по этой причине в том числе. Потому что это кремниевое содержание кремнеземов в нанокластерной форме, оно необходимо организму, потому что это энергия, по сути дела. Ну и вот живая форма отрицательно заряженного водорода в кремнеземной структуре, в нанокластерах – это и есть то, чем является микрогидрин. Микрогидрин. Поэтому неудивительно, что когда люди пьют микрогидрин, они получают энергию и защиту. Давайте вернемся. Итак, к вопросу о витализации. Мы говорили о том… Да, я уже сказала, что человек стремится унести с собой этот эффект, потому что он понимает, что он не может жить в горах, в Японии и так далее. И Алоис Грубер, это австрийский след, он смоделировал процесс. Он попытался сделать прибор, в котором похожие процессы, которые происходят в Земле при рождении воды. Там несколько процессов. Турбуленция, то есть в результате которой, скажем так, упорядочится молекулы воды и набирается энергетика. Информационный перенос. Ведь Земля – это огромный магнит. И все, что раздвинуло на Земле, подвергается ее воздействию. Она колеблется, у нее электромагнитное поле, не просто магнитное, с частотой 8,6 Гц. И все, что в этом режиме соответствует, это живет. Как только нас оторвать от Земли, в космос еще, мы начинаем забывать эти, так сказать, колебания. Но их можно записать. И их можно каждый день восстанавливать. Ведь что такое кислород? Кислород колеблется на определенной длине волны. И когда он попадает в каждой нашей клетке, он дает ей вибрацию. Кислорода нет, клетка забыла, как она должна вибрировать. Точно так же и Земля. Огромный магнит. Так вот, оказалось, что на специальные металлы можно перенести вот это вот электромагнитное поле Земли, его частотные характеристики. И все, что будет соприкасаться с этим предметом, с перенесенной информацией, во-первых, оно будет калиброваться, ну то есть подстраиваться. А во-вторых, магнит Земли, он усиливает любые слабые колебания. И Алоис Грубер догадался поместить в этот прибор эталонную воду. Он взял тот родник и собрал еще 7 альпийских родников. И просто путем физического наливания поместил внутрь прибора ампулу с такой водой. И являясь, так сказать, большим прибором с электромагнитным полем Земли, колебания реликтовой воды усиляются тысячекратно. И все, с чем соприкоснется эта вода, переносит на нее свою информацию. Ольга Алексеевна, у нас звонок. Вопрос гости. Пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Меня интересует вопрос применения кипяченой воды, ее оживление и обогащения кислородом. В свое время я была на курсе повышения квалификации в Черновцах. И нам преподаватель говорил, это было как раз после Чернобыльской катастрофы, что для улучшения качества воды ее нужно кипятить и потом пить перелив несколько раз. Значит, ну кипяченая вода это 100% мертвая вода с разрушенной структурой. Она информацию не переписывает, это доказано. При путем переливания она энергетизируется определенным образом, но этого, к сожалению, недостаточно. Ее замораживают, размораживают, потом пытаясь ей вернуть вот эти такие свойства, как льдоподобная структура или, например, мягкость. Но вот сейчас те приборы, о которых мы говорим, они тут решают вопросы достаточно витализатором. Это вот такая вот маленькая палочка. У меня, правда, не обращайте внимания, она золотая как бы, потому что я провожу исследования сейчас. У вас она будет немножечко другая. А у вас она будет вот такая, как у меня в руках. Да. Вот такая стальная палочка. Это волшебная палочка. Недаром у нас говорят, что это чудо в руках человека, потому что это витализатор, который возвращает жизнь всем жидкостям, с которыми соприкасается или даже не соприкасается впрямую. Мы сейчас об этом поговорим, но у нас звонок. Да, мы вас слушаем. Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Будьте добры, меня вот интересует вопрос по поводу свеченой воды. Свеченой воды? Что вы думаете по этому поводу? Ну, если, скажем так, если вас интересует крещенская вода, потому что вы можете путать крещенскую воду просто с церковной водой, которая находится в серебряных сосудах. Это разные вещи. Крещенская вода бывает один день в году, когда вся вода на планете меняет свою информационную структуру за счет такого положения, ну, словно говоря, космоса, ну, звезд там, планет, когда спускаются определенного вида энергии. И вся вода на планете в одночасье с 12 часов ночи перезаряжается. Она стирает информацию, записывает новую. Это вообще-то легенды, но, тем не менее, это доказано. Доказано, что вода другая, что она особенная. И тот, кто пробовал находиться именно в это время в воде, а это может быть источник, это может быть вода в храме, в соборе, то есть, ну, это может быть и вода в вашем доме, потому что вся вода на планете одновременно это делает и одномоментно. А, видимо, есть еще один такой аспект. Вода, над которой прочитали молитву. Да, безусловно. Я же про что и говорю. Вода записывает на себя информацию, причем очень быстро и почти мгновенно. И все молитвы, между прочим, идут на частоте 86 Гц. Точно такая же, как электромагнитное поле Земли. Причем это было установлено совершенно недавно. Не важно, на каком языке, не важно, какая конфессия. Они гармонизируют воду, между прочим, не только в храме, но и в организме человека. Почему? Во время молитвы человеку становится легче. Потому что выделяется 6 положительных гормонов и не выделяются 5 плохих, таких, как, например, гормон стресса, адреналин. Так вот, то, что молитва загерцована на 86 Гц, было установлено совершенно недавно. Но каждому поверя его, молиться надо совершенно определенным образом. Просто сказанная молитва, в нее надо вкладывать энергию. Ведь суть молитвы – это передача энергии, прием энергии. Для тех, кто не верит, остаются аппаратные способы. Для тех, кто верит, они и так ничем не болеют. У нас звонок. Алло. Вы в студии. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, мы берем воду с Ардзянки. Где нужно проверить ее качество? Ну, позвольте я вам отвечу на этот вопрос. В компании Международный Коралловый Клуб есть такая возможность проверить один аспект. Я не говорю, что все. Ну, во-первых, если вы хотите проверить ее санитарно-гигиенические нормы, наверное, надо эту воду отнести в санитарно-эпидемическую лабораторию, где ее проверят по некоторым показателям как минимум 8, может быть, 25. Но вот живая или мертвая, это точно проверяем мы, потому что у нас есть такой прибор. То, о чем говорила Ольга Алексеевна. Мы измеряем окислительно-восстановительный потенциал. Мы измеряем заряд воды. Мы можем измерить ПАЖ воды. Пожалуйста, приходите. В конце передачи будут наши телефоны. Звоните, узнавайте наш адрес. Приходите, пожалуйста, мы вам будем рады помочь. Давайте вернемся, Ольга Алексеевна. Итак, вы держите в руках абсолютно необыкновенную волшебную палочку. Все-таки, оказывается, эти сказки и легенды... Знаете, меня поражают русские сказки, они все как-то приходят в жизнь. И ковры, и самолеты уже мы летаем, и скороходы мы уже ездим за сумасшедшей скоростью. И яблочко на тарелочке мы уже и по телевидению пользуемся. И оказывается, есть волшебная палочка. Правда, возможно, она из воздуха не создаст вам дворец, но она может гармонизировать вашу воду, вашу внутреннюю воду. Давайте еще немножко об этом поговорим. Значит, корпус палочки омагничен. Внутри у нее отверстие, и туда залита вот эта лучшая австрийская вода. Разработкой этого прибора занимались в Австрии 30 лет. Причем исследователь, который это начал, он был глубоко болен. И когда он исцелился с помощью воды, не с помощью, естественно, прибора, да, ему захотелось всю жизнь это поддерживать. Потому что посмотреть, ведь мы все делаем как в природе. И крылья у нас у вертолета как в природе, там и молнии мы даже, и то со стрекозы списали. Поэтому те процессы, которые происходят в природе, надо изучать и моделировать. И вот Алоис Гурбин просто смоделировал этот процесс. У нас есть короткий сюжет на эту тему. Я думаю, что его можно посмотреть, посмотреть на этого человека, посмотреть на устройство прибора. И послушать вот этот очень короткий комментарий. Ну давайте посмотрим. Итак, Алоис Грубер и тот прибор, который он создал. Внешняя оболочка прибора ЭВА обработана естественным магнитным полем Земли. Внутри прибора находится природная эталонная вода, которая бесконтактно передает энергию и информацию воде, протекающей через прибор в виде вихревого потока. Благодаря этому вода обретает силу и энергию, характерную для качественных природных источников. Исследования и научные тесты подтверждают, что вода не только приобретает улучшенный вкус и дольше хранится, но отличается также повышенной мягкостью и положительной микродиологической устойчивостью. В ней прекращают размножаться микроорганизмы. Она обладает улучшенными очищающими свойствами, очищая трубы от ржавчины и накипи. При поливе такой водой растения лучше растут, а при использовании ее в отопительных системах расходы на обогрев снижаются минимум на 7%. Посредством витализации воды по технологии ЭВО черная, дурно пахнущая вода из отопительных систем становится снова чистой и прозрачной. АПЛОДИСМЕНТЫ Это выглядит как чудо. Но у нас звонок. Да, вы в студии. Говорите, пожалуйста. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый. Будьте добры, а шунгит на воде? Очищена ли она после шунгита? И еще кое-что. Везде, в принципе, информация, поступает сведение, что шунгит очищает воду. Спасибо большое. Ольга Алексеевна, вопрос к вам. Что вы думаете по поводу шунгита? Да, безусловно, она очищена. Но другие 11 свойств не изменены. Нам недостаточно одно свойство изменить. Мне хочется, чтобы вы имели, так сказать, знания по поводу научного подхода. Потому что если она чистая, но очень жесткая, отложатся камни в печени, в почках. Если она положительно заряжена, она заберет у вас энергию. Чай не пил, какая сила? Чай попил, совсем ослаб. Если она кислая, она заберет у вас кальций, магний, натрий, калий из зубов, костей, волос, мышц, из сердечных, из внутренних органов. Из гормональной системы? Из гормональной системы. Конечно, остеопороз это заболевание века, он уже у 10-летних детей встречается. Если она с высоким поверхностным натяжением, она не пройдет сквозь почки, сквозь легкие, через печень. Если она сильно минерализована, нельзя пить минеральную воду только по назначению врача. То будут отложения солей в суставах. То есть это лечебные воды. И с ними надо очень аккуратно. Нельзя пить дистиллированную воду, потому что она вымоет все минералы. Ни в коем случае нельзя пить магнитную воду, она тоже вымоет все минералы. То есть вода это очень сложная вещь. И надо подходить к ней совершенно научной точке зрения. Ведь как вы выбираете фильтры или какие-то способы? Мне хочется просто вам дать совет. Вы приходите и говорите, фильтр хороший? Вам говорят, хороший. А что в нем хороший? Вас спросите. А как он изменяет ПАЖ? А как он изменяет окислительный потенциал? Ольга Алексеевна, ну какие фильтры изменяют ПАЖ? Какие фильтры изменяют окислительно-восстановительный потенциал? Вот убрали бактерии, в лучшем случае даже вирусы есть некоторые, мембранные фильтры, да? Убрали соль тяжелых металлов. И все, и хватит. Это недостаточно. Это глубоко недостаточно. Почему мы работаем с долгоиграющими странами? Почему мы смотрим в Японию? Почему мы смотрим в Пакистан? Там очень долго живут люди. Неужели вы в Одессе не хотите жить до 100 лет? Товарищи, вы хотите жить до 100 лет? Я вам честно скажу, я не хочу жить до 100 лет, я хочу жить до 120. Как в Хунзакуте, да? Алло, секундочку, у нас звонок? Да, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что бы вы могли сказать по поводу работы прибора Парацельс? Ну, Парацельс на воду не работает, он работает на организм. Скажем так, сказать, пока что-то сложно, он работает недавно. Ведь у нас как в медицине, да? Сначала очень хорошо, потом ничего, потом умеренно. Парацельс – это совершенно другая тема. И, скажем так, если бы было все так просто, то, ну, скажем так, если бы паразиты по мановению, ну, я не знаю, там, электрического тока уходили, то это вот как, может быть, сказка, может быть, когда-то реализуется. Помните, как на дудочке заиграли, все крысы ушли? Вот это пока из области фантастики. Но на самом деле нужны исследования, длительные исследования. Ну, то есть такой прибор есть, результаты есть. Конечно, он есть, он работает, безусловно, конечно. Они нуждаются в дополнительном наблюдении, исследовании. Ну, это воздействие на организм. А я, честно говоря, не советовала бы вам воздействовать на организм. Воздействовать надо на то, что мы съедаем и выпиваем, потому что на организм изучить последствия воздействия очень-очень сложно. С водой и то разобраться не можем. А с организмом, хотя он на 70% состоит из воды, тоже сложно. Вот давайте теперь поговорить вот о чем. Ольга Алексеевна недаром говорит, я хочу, я за научный подход, я за проверку. Я тоже за проверку и за научный подход. Потому что принимать решение только потому, что кто-то посоветовал, это достаточно эмоциональное решение. Хотелось бы все-таки какие-то подтверждения. У нас сегодня в студии есть возможность эмоционально выслушать и посмотреть те исследования, которые провела Ольга Алексеевна Бутакова совместно с учеными и посмотрела, как меняется энергетика воды. Ольга Алексеевна, вам слово. Вы знаете, даже не то, чтобы я провела, я попросила их доказать мне. Потому что если я поверю, что это так, я могу людям рекомендовать, потому что я врач, я не целитель, я не экстрасенс, ничего. Я практически физический врач, который всю жизнь простоял на границе вот жизнь, вот смерть. И ответственность врача это высочайшая ответственность. И пока мне не докажут, что это работает, причем мне недостаточно. Достаточно налить в стакан воды, попробовать, и 99 человек из СК скажут, другая вода. Но для меня, как для врача, слово другая вода, недействительно. И поэтому действительно я пригласила производителя для того, чтобы мне доказали, как это работает. Я верю только своим глазам. После любых фильтров добавленный алкомайн восстанавливает любую воду. Потому что есть хорошие фильтры, но делающие воду практически дистиллированной. То есть это недопустимо. Чем лучше очистка, тем меньше в воде минералов. Но если вы в чистую идеальную воду из-под фильтра, которому вы доверяете, опустили композицию коралловой алкомайн, там уже 68 минералов в биодоступной форме. То есть достаточно этого. Я думаю, человек получил удовлетворительный ответ. Более того, алкомайн еще и убирает в этой воде такие опасные вещи, как остатки лекарственных веществ, которые мы тоже из крана получаем. Хлор. Хлор и так далее. Но самое главное, что он восстанавливает живую структуру воды. Ведь вода из крана, она помнит, как мы сегодня видели по танцам воды, волновую характеристику воды информационную, она помнит, что было в очистных сооружениях, что в вашем фильтре скопилось, и в фильтре кораллового клуба тоже, что ускопилось. Во всех фильтрах? Во всех фильтрах, да. И что делает алкомайн? Он возвращает память живой океанской воды кораллам 60-600 миллионов лет. И вот все эти миллионы лет информация о жизни, она накапливалась, собиралась. И когда мы опускаем пакетик алкомайна в стакан фильтрованной воды, мы возвращаем ей эту память. И те самые лучшие механизмы выживания, постановления, регенерации. Но что же мы делаем благодаря волшебной палочке, Ольга Алексеевна? Исследования, о которых вы говорили, давайте посмотрим. Давайте вы нам покажете, какие были проведены исследования. Обратите внимание. Было проведено тестирование на аппарате Кирлиан. Аппарат Кирлиан – это абсолютно объективная методика. Вот капля воды, которая светится, которая имеет биополе. Аппарат Кирлиан фиксирует все биополя живых объектов. Посмотрите, какое свечение. То есть оно светится будет очень долго. То есть это абсолютно четкое, доказуемое, математически просчитанное излучение. Вода обработана витализатором. Обратите внимание, что произошло. Мгновенно появился второй порядок энергетики. То есть это двойное увеличение энергетики в десятки, в сотни раз. Мы взяли опять простую воду. Опять посмотрели из-под крана, как она светится, так же. И запустили на прибор. Обработали через большой ветофильтр и получили точно такую же картинку. То есть неважно, какой прибор, важен принцип. Мы попробовали взять лучшую воду. То есть лучшая вода – это у нас княгининская природная. Она сама по себе во много раз активнее. У нее появляются периодически вторые порядки излучения. То есть и это вода, которая, ну как говорят, ну скажем так, реликтовая вода. После обработки витализатором в течение трех секунд она практически удвоила свои энергетические показатели. Энергетика воды, так называемая хада воды. Это очень важно. Фантастические кадры. Просто фантастические. Вода, которая не просто оживает, а становится в десятки, в сотни раз более активной. Понятно, что когда ты пьешь такую воду, у тебя энергия возрастает. У нас звонок. Да, говорите, пожалуйста, вы в студии. Здравствуйте. Будьте любезны, меня интересует, что вы скажете насчет бутылированной воды и нужно ли добавлять алкоман в нее? Ольга Алексеевна, вопрос к вам. Безусловно, бутылированная вода более чистая. Я вам дам следующую рекомендацию. Никогда не пейте газированную воду с газами. Там углекислота. У нас достаточно своей углекислоты. Мы ее-то выдохнуть не можем. У нас у всех закисление. Бутылированная вода уже подразумевает, что она очищена. Но она часто очищена обратноосматическими процессами. И она практически мертвая. В ней нет ни заряда. Она, как правило, кислая. Хотя она абсолютно может быть чистая. Во-вторых, она может быть жесткая, потому что часто это минерализованные воды. И вот чтобы вернуть те свойства воде, о которых мы говорим, заряд, мягкость, структуру, информационную память. Потому что бутылированная вода ничего, кроме очистителей, не помнит. Во-первых. Во-вторых, пластмассовые бутылки – это не самое лучшее сырье для того, чтобы в них хранить воду. Вот подумайте, на мгновение задумайте, с чего вы пьете вино? Из хрустальных бокалов. С чего пьете пиво? Из дорогих кружек. Где у вас хранится вода? В трехлитровых банках. Из чего вы ее пьете? Из кружек и пластиковых бутылок. То есть мы не уважаем воду. Мы практически, ну, скажем так, лишили ее всех своих положительных эмоций. Ведь вода все помнит. Божественных качеств. Божественные сущности. И вода нам будет за это мстить. То есть раньше люди, когда пили, они, так сказать, посылали ей какую-то позитивную информацию. То есть говорили, не пейте чай с тем, кто, так сказать, вас не любит. Потому что вода слышит, помнит все. Вода стоит у нас где? В самых местах близких к Раковине. Она слушает что? Радио. Она слушает, смотрит что? Телевизор. Она все видит. Она все слышит. Она ничего не прощает. Она должна стоять в лучшем месте. В хрустальном графине. Она должна быть накрыта, ну, не знаю, лучшей там полотненной тряпочкой, чтобы на нее не проникал свет. Вода не любит свет. Родники прячутся. К ней должно быть трепетное отношение. Это самое святое, что есть на планете. Ну, представьте, завтра Одесса просыпается и нет воды из крана. Куда побежите? Ольга Алексеевна, не надо. Не надо. У нас на пару часов выключают воду, и вся Одесса уже готова пунктовать. Даже представлять не будем, потому что это будет трагедия. Сейчас... Есть звонок, Ольга Алексеевна. Давайте послушаем. Да, вы в студии. Говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Я пользуюсь вашей водичкой. Скажите, пожалуйста, если я в течение дня не использовала полтора литра, могу ли я ее пить на следующий день? Или она теряет свои свойства? Ольга Алексеевна, вопрос к вам. Ну, во-первых, если вы не можете выпить, вы не разбавляете полтора литра. Вы можете взять пол порошочка и разбавить 750 миллилитров. Свойства она не теряет. Она не теряет ни структуры, ничего. Единственное, что если вы будете ее весь день блутыхать в бутылке, ну, например, с собой на работу носить, то и так далее, и так далее, вы, конечно, нарушите в ней структуру и нарушите отрицательный заряд. Но, в принципе, если воду не трогать, и она стоит в хорошем, нормальном, темном месте, вода должна стоять в темном месте, то она сохранит свои свойства. Действительно, так вода сохраняет свойства. Единственное, что уже такую энергию, как свежеприготовленная вода за сутки, энергия все равно уходит. Поэтому лучше всего выпить полтора литра, а лучше два, а лучше три сейчас лета и жара. Мы не допиваем очень серьезно. А лучше поделиться с членами семьи, пейте все вместе. Совершенно верно. И вот таким образом улучшить свою и не только качество воды и структуру, но и энергетику. Энергетику, в первую очередь, между прочим. В первую очередь энергетику, потому что никакого смысла нет пить воду, которая заберет у вас энергию. Ольга Алексеевна, я знаю, что витализатор обладает какими-то совершенно уникальными свойствами. Он появился у нас совсем недавно. Я, когда получила витализатор, вот впервые его взяла в руки, я тоже так же, как и вы, люблю проэкспериментировать, проверить. Я обрабатывала воду витализатором, и я действительно почувствовала разный вкус. Вода более мягкая, более вкусная. Но мы пошли дальше. Мы проверили и другие напитки. Ну, во-первых, так. Давайте сравним наши впечатления. Да. Вот, что вы можете сказать о том, как влияет витализатор на другие напитки? Ну, я могу сказать, что самогон становится как абсолют. То есть, у него пропадает вкусность. Господи, какие радостные новости! Да. Для Украины. На самом деле, вы обратили внимание, что я ношу его на теле. То есть, все, что в расстоянии 15-20 сантиметров находится рядом с витализатором, я ведь говорила, что земля влияет на нас, даже если мы просто на табуретке стоим, потому что она нас уже к себе притягивает. И прыгнув с табуретки, мы упадем именно на землю. Потому что мы не полетим вверх, потому что она нас притягивает, да? Так вот, если где-то рядом находится вода, протекая рядом с витализатором, она меняет свои информационно-волновые свойства. Она уже получает информацию. Вот магнитные стельки, мы их вешали на... ну, в смысле, клали себе в обувь, а проходили головные боли. Как это связано? Да потому что вся вода проходит через стопы и потом поднимается. Точно так же и здесь. Почему действуют браслеты, да, например, ну, магнитные, я не знаю, потому что вся вода проходит и через руку. И поэтому витализатор, у него есть одно волшебное свойство. Он восстанавливает микроциркуляцию. За счет... Вот-вот-вот, вот на эту тему. Волшебное слово. Волшебное слово. Дело в том, что нарушение микроциркуляции – это же основа колоссального количества болезней. Потому что поражение поджелудочной железы – из-за нарушения микроциркуляции. Поражение печени – из-за нарушения микроциркуляции. У нас нарушается всасываемость – из-за нарушения микроциркуляции. Инфаркты, инсульты, нарушение сосудов ног. Ноги мерзнут – нарушение микроциркуляции. А потом вслед за нарушением микроциркуляции этот процесс идет и дальше, уже в более крупных сосудах. Но если у нас есть шанс восстановить микроциркуляцию, это говорит о том, что мы можем до самой отдаленной клеточки обязательно донести и энергию, и кислород, и воду, и питательные вещества. Я считаю, что это абсолютно бесценное качество витализатора. Ну, как врач скорой помощи, я вам скажу, что есть несколько причин смерти. Потеря кислорода, интоксикация, нарушение микроциркуляции и нарушение минерального состава, то есть приток питательных веществ. И обезвоживание. И обезвоживание, да, потому что кислород растворен в воде, мы же не из воздуха берем кислород. И что такое для врача слово микроциркуляция? Это зрение, это слух, это мозговая микроциркуляция, это сердечная микроциркуляция. И еще один очень важный процесс интоксикации – закисление. То есть представьте себе вот такую, ну, скажем так, волшебную картину, что через человека проходит 2 литра, ну, хотя бы полтора, идеально структурированной, хорошей, с информационной памятью, отрицательно заряженной, щелочной. Очень важно, потому что диабет – это закисление, инфаркт – это закисление, воспаление – это закисление, да? Любые хронические болезни – это закисление, перегрузка, физическая нагрузка у спортсменов. Да депрессия, кислые люди не смеются. Боже мой, я теперь не удивляюсь, почему так много добрых и хороших людей в коралловом клубе, потому что действительно восстанавливается… У нас говорят, что алкомайн, вот щелочная вода, она смывает и плохую энергию, и плохие эмоции, и плохих людей тоже. Ну, гормоны, эмоции – это гормоны. То есть, по сути дела, если через человека проходит эти 2 литра, и он выделяет мочу хорошего качества, моча должна быть прозрачной, как слеза, она должна быть желтой, она должна быть практически без запаха, у нее не должно быть никакой мути, ни бактерий, ничего. То есть, моча – это продукт нашего метаболизма. Вот утром встаньте и посмотрите, какая у вас моча, такая у вас и жизнь, то у вас и в голове, то и в лимфе, и везде. Вы знаете, это очень серьезный вопрос, потому что мы ориентируемся не по эмоциям, мы ориентируемся по выделениям. И тот, кто начнет пить свои 2 литра, но не просто воды, не воды с хлором, не чай, компот, какао, пиво, соки, минералка, газировка, так сказать, еще могу называть до бесконечности, тот увидит у себя хотя бы раз в жизни нормальную мочу с утра. И начнется вообще другая жизнь, между прочим. У нас сегодня в студии есть человек, который, вот так как Ольга Алексеевна говорит, не просто носил на себе, а в острой ситуации использовал. Андрюша, расскажите, вот вы мне говорили о том, что вы использовали витализатор в ситуации с проблемой с зубами. Да, конечно, пожалуйста, покажите, мне очень хочется посмотреть, как это. Просто у меня было острое состояние, после которого я выучил слово микроциркуляция. Я ехал в автобусе, далеко достаточно, у меня заболел зуб сильно. Заболел так, что обложила всю вот эту часть. А как мужчина я не сильно чувствую, как это работает. И я думаю, от безысходности просто приложил вот так вот. Я был удивлен, что боль прошла через 5 минут. И что, навсегда прошла? Нет, я понял, что она прошла навсегда и убрал витализатор. И она через 5 минут началась опять. И я всю дорогу удержал, и потом мне стало интересно, как это работает. И я не считаю себя человеком чувствительным сильно, но когда я водил витализатором вот так, то есть я чувствовал этот импульс, который шел за мной. И самое потрясающее, что я приехал в гости к человеку, у которого была эта палачка, и как меня распирало, я рассказал, ты знаешь, у меня вот так вот. А мне человек сказал, ты знаешь, у меня другая ситуация. Я, говорит, упал, и у меня был громадный синяк на ноге. А в кармане лежал витализатор, в кармане халата. И на утро дочь спросила, мама, а почему у тебя два синяка? То есть там, где был витализатор, была белая полоска. Поэтому на самом деле эта палочка замечательно работает именно вот в этих состояниях, улучшая микроциркуляцию. Я запомнил. Ну вот видите, вот видите, дорогие друзья, коралловый клуб на вашем собственном персональном личном приеме обучает таким словам, как микроциркуляция, но гораздо важнее таким словам, как здоровье, энергия, как качество жизни, основанное на высоком уровне энергии, на высоком уровне здоровья. Время нашей передачи, к сожалению, уже истекло. Ольга Алексеевна, огромное вам спасибо. Ваш приезд в Одессу для нас это действительно большой праздник. И несколько дней назад у нас была встреча, переполненный зал, огромное количество людей пришли, чтобы услышать подробный рассказ Ольги Алексеевне о воде и о том, что мы можем сделать для воды, что мы можем сделать с водой. И рассказ о том, как такая оживленная вода, полная энергии, нормального PH с минералами, вода, несущая информацию, что она может сделать для нас, сколько здоровья она нам приносит. И от имени всех гостей сегодняшней студии мы хотим подарить вам цветы Ольги Алексеевны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще раз большое спасибо. Мы желаем вам здоровья, мы желаем вам много лет успешного труда на почве просветительства. Ну а вам, дорогие друзья, дорогие наши одесситы, мы желаем, пользуйтесь продуктами Кораллового клуба, приходите к нам. Мы рады всегда показать, провести исследования. У нас постоянно читаются лекции, у нас масса материалов, у нас есть книги Ольги Алексеевны Бутаковой, посвященные исследованиям воды, вообще книги о воде. У нас есть и целый ряд других книг, и мы желаем вам дружите с нами, пользуйтесь нашими продуктами, будьте здоровы, будьте счастливы. АПЛОДИСМЕНТЫ